Нам повесили расписание. Смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это шесть видов для того, чтобы учителя проголосовали, какое расписание им нравится. Зелёное – это первое, четвертое, второе, третье, четвёртое, видите? И здесь немножко по-разному вот они все. Мне какая разница, в принципе? Мне главное, чтобы я люблю там, где 23 мая заканчивается. Вот, не здесь 25, 25, здесь вообще 18 мая заканчивается. Но вы понимаете, что количество часов должно быть всё равно одинаковое. Вот, и, в общем-то, они должны посмотреть в соответствии с их планом и принять решение до 20 января. Вот в прошлом году они проголосовали за номер два. Вот мы идём по нему, и в этом году мы должны закончить 24 мая. Вот оранжевенький, 24 мая. Вот это в правой колонке – это все наши выходные дни и каникулы. Итак, у нас сегодня пятница, и у нас впереди три выходных дня, потому что понедельник, 18 января – это день Марти Лютеркинга. Не знаю, кто поддерживает или не поддерживает, но мы поддерживаем. У нас это выходной день, слава богу. Вот, и сегодня у нас пятница, у нас обычно традиция такая – мы идём куда-нибудь кушать, в ресторан, в любой. И такая традиция не только у нас. Мы всё время встречаемся с одними и теми же людьми, то там, то там, как по расписанию ходим. Вообще, это вполне здесь норма такая. Есть люди, которые каждый день едят в ресторане, или едут они через драйв-тру, и там заказывают, берут с собой. И обычно муж с женой после рабочего дня они друг другу текстовые сообщения посылают и спрашивают, ну кто сегодня, ты останавливаешься, что-нибудь возьмёшь, или я пикап, ты пикап, или я пикап. В общем, вот так они. Мы не любители, мы любим есть дома, потому что мы гурманим все потихонечку дома, мы любим готовить, мы вкусно готовим, поэтому мы любим есть дома. А люди дома так часто не едят. Вот они, я когда смотрю передачи, есть House Hunters, это те люди, которые дома покупают, и женщины, девушки молодые приходят и начинают носом грудить, ой, у меня кухня недостаточно большая, ой, она там неоснащённая чем-то. А парень или муж так на неё смотрит и говорит, а зачем тебе? Или подруге особенно. Не, муж молчит, потому что он молчит. А вот подруги тебе всегда вставляют свои три копейки. Говорят, а зачем тебе? Говорят, если ты больше, чем микроволновка, и ничем не пользуешься. Действительно, хороший вопрос, да? Вот, а я сейчас еду быстренько к косметологу, сегодня у меня к ней запись, и по-быстрому я надеюсь, что она меня не испортит, как в прошлый раз. В прошлый раз она мне обожгла лицо немножечко. Она обычно кисточкой наносит, очень так мягко, да? А в прошлый раз она ватным диском, и она вот где места прикасалась, у меня прям были ожоги такие. Знаете, мне пришлось потом пять дней где-то гримировать это всё. Ну, ничего, зато старая облезла, новая вышла кожа. И это самое. И надеюсь, что я сегодня буду в таком транспортабельном виде и пойти куда-нибудь. Знаете, вот ещё к слову, по поводу, не только по поводу вот этой традиции здесь ходить по ресторанам, но и ещё по отношению к пожилым людям. Здесь всё немножко по-другому. Сейчас самое главное не заболтаться и не поехать туда, куда не надо. Это нужно в центр города, вот. И, значит, мы совсем только недавно оговорили. Я, значит, поясню так, что здесь пожилые родители или там дедушки, бабушки, они вообще-то долгожители. Здесь очень много долгожителей. До 90, 95, 98 лет живут. Вот. Если рака нет, всё остальное лечится. Были бы только деньги. Вот. И, кстати, после 65, там всё покрывает государство, переживать не о чем. Вот. Ну и, короче говоря, здесь есть такой выбор. Либо они, конечно, живут сами по себе, в своём доме, если чувствуют себя хорошо. Как бы дети… Здесь нет такой традиции, чтобы дети обеспечивали своих родителей, потому что родители всю жизнь работают, накапливают себе. У них есть пенсии, у них есть накопительные фонды. Но это хорошие такие семьи, да? Я имею в виду такие среднеамериканцы, зажиточные американцы. Они все друг от друга не зависят. Наоборот, когда они умирают, тогда детям переходит их наследство. Вот. Или же они, если, допустим, одна женщина осталась, муж у неё умер, она не может больше содержать этот дом, они приезжают в специальные такие комьюнити, где будет дом на два хозяева, и они живут. Одна женщина, другая женщина рядышком. Вот. И бывает ещё, конечно, nursing house. Это когда людям нужен уже присмотр, там уже какие-то проблемы, в общем-то. Но там такой, знаете, как пятизвёздочный отель, и стоит он будет тоже, как пятизвёздочный, знаете. Там, получается, где-то от четырёх тысяч долларов в месяц начинается. Поэтому не каждый себе ещё и такое может позволить. Там, конечно, здорово, там и питание, там и развлечения, там и присмотр, и физиотерапия у вас там будет, всё на свете. Вот. И сегодня одна наша девушка, учительница, она рассказывала, что, говорит, у меня бабулечка живёт вот в такой комьюнити, где дом на два хозяева. И, говорит, напротив бабулечка, ей там 90 с чем-то лет, и она до сих пор водит машину. Говорит, ничего, она не зрячая. И каждый раз, когда она выезжает, все хаваются. Все хаваются и молятся. И, говорит, мы уже, говорит, друг другу передаём, что типа не выходи, это самое, если её увидишь, потому что, ну, мало ли, куда она зарулит. И она так возмущалась, говорит, ну, почему? Говорит, как эти дилеры продают машины, не проверяя зрение? Я помню, что мы покупали машину, у нас проверяли обоих зрение. Проверили зрение, всё, вперёд, можешь дальше оформлять бумаги. Это что-то она какого-то левого дилера покупала вообще-то. Ещё они начали ругаться, что вот нужно вводить такое, чтобы во всех штатах было, что такое в Оклахоме. Нет, есть такое в Оклахоме. Вот, и, а другая, другая девушка, она своего дедулю, короче, караулила. Пока дедуля жил дома, дедушка её, он, говорит, не могли мы его снять с машины. Вот машина и всё. И он как-то не поедет, уже старый же, что-то недовидит, что-то недопоймёт. И всё время авария и авария. Говорит, я потом забрала ключи от машины. Ну, сейчас они его уже поместили в нёжь. И вот оттуда он всё время пытается сбежать, сесть на машину и ехать куда-то. Ну, понимаете уже, какие проблемы там. Говорит, мои родственники недавно навещали его из другого города. Начали с ним разговаривать, он начал сжаловаться. Да вот, мне машина нужна, ну что же без машины. Ну, на 16 лет они все, ну представьте. А он говорит, дедуля, какая проблема, пошли, пойдём пошупимся. Пошли, купили ему там какую-то машину. Она потом пришла и говорит, так, вы чего это, вы приехали только здесь его проведать. И бегом машину купили, а я что, значит, должна быть плохим парнем, да? Мне же потом его вылавливать. В общем, вот такие проблемы, знаете, как бы он находится в нёрсе, да, в этом месте. Но всё равно за ним нужен присмотр обязательно. Я его проверяю постоянно, он иногда подсматривает код, сбегает оттуда, говорит, я потом, мне его названивают, я потом еду в тот город, он буквально тут рядышком, буквально несколько миль от нас, вылавливаю его, возвращаю обратно. Ну, в общем, дела вот такие. Но, видите, как совсем другая культура, конечно, не такая, как у нас. У нас пока папа пока дома, слава Богу. Пока он сам передвигается, пока он сам за собой смотрит, все дома сидят. Как только не сможет, конечно же, тоже пойдёт туда, потому как сестра работает, да и она сама ничего сделать не сможет. Это нанимать людей, чтобы быть дома. Ну, тут как бы так не делается. Скорее всего, что ему нужна будет медицинская помощь круглосуточная, потому что папе уже довольно-таки много лет. В общем, вот так вот. Поэтому люди очень сильно работают и думают об этом будущем, когда ты уже станешь совершенно немощной, и чтобы не оказаться одному в доме. Потому что такие случаи тоже бывают. Другая женщина рассказывала, как у них соседка неожиданно просто тишина стала, её не видно, не слышно, вызвали полицию, нашли её дома. И говорит, мы никогда не видели, где её дочь. Начали разыскивать дочь, оказывается, дочь в этом же самом городе здесь живёт. И, говорит, наши все люди, все хотели с ней поговорить. Типа, что это такое, как ты бросила? И поговорили они с ней. Оказалось, что, говорит, много лет назад, говорит, я сказала, как только я сказала маме, что, мам, тебе нужно увидеть доктора, проверить психику, потому что она стала забывать там, о чём говорить, что попало. И с этого момента она перестала с ней разговаривать. Я, говорит, больше тебя, у меня нет больше дочери. И всё. И каждый день она к ней приезжала, оставляла записку ей в двери, оставляла записку. Мам, привет, как ты сегодня? Давай я за тобой заеду в 3.30, поедем, покушаем где-нибудь. В общем, она каждый день, когда они открыли квартиру и нашли весь этот ворох, тысячи этих записок, которые она оставляла каждый день, то есть она каждый день останавливалась возле дома, оставляла в ящике записку и уезжала ни с чем. Вот так вот мама обиделась на неё. Но она действительно уже нуждалась в помощи, видите как. Но определить её никуда не определили. Так, я приехала к своему косметологу. Сейчас я покажу. Вот здесь, в этом здании, это находится... Видите, вот это косметолог моя, а вот там находится женская консультация. Здесь частные врачи, потому что она раньше, у неё практика была в большом нашем медцентре, а сейчас она переехала сюда. Вот, и вот там внизу она у меня. Ну всё, всем удачи!